Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про город Нью-Кассел, в который я отправилась после того, как мы с подругой проехали по трём городам северо-востока Англии. О них я уже рассказывала, смотрите в предыдущих роликах. Ну а сегодня город Нью-Кассел. Полное название Нью-Кассела звучит так – Newcastle upon Tyne, то есть через реку Тайн. Город находится на северо-востоке Англии, прямо под самым Эдинбургом, на северо-восточном побережье Северного моря. Это индустриальный город, административным центром которого является церемониальное градство Тайн-Эн-Вир. В прошлом он был административным центром Нортамберленд. Город расположен вдоль левого берега реки Тайн, чуть выше её впадения в Северное море. Он был основан римлянами под названием Pons Elius. В Средневековье город носил название Новым Кастеллум, что означает «новый замок». У роженцев Нью-Кассела называют Джорди. Для их речи характерен свой особый диалект британского английского. Численность населения города составляет свыше 280 тысяч человек на 2017 год. Нью-Касселл сыграл очень большую роль в английской промышленной революции 19 века и был лидером по добыче угля. В 17 веке в Нью-Касселе царила монополия на экспорт угля, которая принесла городу могущество и благополучие. Ускоренными темпами начало развиваться судостроение и наступил такой период, когда четверть всех кораблей в мире была построена на местных верфях. Кроме этого, на заводах Нью-Кассела были построены первый паровоз и паровая турбина. В это время город процветал. Архитекторы своими зданиями придали городу классическую элегантность, которая сохраняется здесь и поныне. Производство тяжелой промышленности снизилось здесь ко второй половине 20 века. В наше время в Нью-Касселе превалирует производство товаров для офиса и торговых точек. Центральный деловой район находится в центре города, ограниченным Синой, центральным вокзалом и набережной областями. Так как моя подруга Ирина уже была в Нью-Касселе несколько раз, ну она в Англии проживает уже достаточно долгий период времени, около 20 лет и даже больше, она решила не ездить, а я направилась в Нью-Кассел, чтобы посмотреть, как выглядит этот город. Оказалось, все, что мне рассказывали знакомые ребята про город Нью-Кассел, как там тяжело жить, что там много происходит преступлений и тому подобное, и город такой мрачный, темный, все оказалось неправдой, по крайней мере в тот день, когда я была там. Да, когда я приехала в город, я вышла на железнодорожные станции в центре города и все еще был утренний туман, город показался мрачным, город показался тусклым. Я пошла туда, куда глаза глядят и как-то незаметно оказалась в том месте, где находится знаменитый футбольный стадион города Нью-Кассел. Город является родиной всемирно известного футбольного клуба Нью-Кассел Юнайтед, который является единственным представителем Нью-Кассела в профессиональном футболе. Он является четырехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Ярмарок 1969 года, а также множество других почетных титулов. Играет на стадионе Сан-Джеймс Парк, который является четвертым по величине в Англии. И действительно, когда я вышла на площадь, где находится этот стадион, просто необъятных размеров, я увидела спортивную площадку. Ну, естественно, так как я люблю любую архитектуру, я начала все это снимать на видео и фотографировать. После того, как я насладилась величием этого здания, я опять же-таки побрела по центральным улочкам гулять дальше. Я увидела небольшую церковку, рядом с которой росли крокусы. Я начала это тоже фотографировать, снимать на видео. И тут пробило какое-то время, там 9 или 10 часов утра, когда я только приехала в Нью-Касл. И заиграла такая вот музыка, вот вам показываю. За городом укрепилась слава студенчества. Поскольку два университета, университет Нью-Касл и Нортумбрийский университет, а также всемирно известный колледж, привлекают сюда большое количество учащихся молодежи. Нью-Каслский колледж – крупнейшее учебное заведение с официально признанной репутацией Государственного колледжа номер один в Великобритании. Колледж основан в 1956 году и принимает студентов из более 40 стран мира. Общее число студентов около 40 тысяч, а студентов дневной формы обучения – 5 тысяч человек. Готовят специалистов по самым разным направлениям – искусство и дизайн, здравоохранение, управление гостиничным бизнесом, вычислительная техника, музыка и исполнительное искусство и другие направления. Мне удалось прогуляться по различным корпусам университета Нью-Касла и вот как это выглядит, вам показываю сейчас. Дальше мне удалось попасть в музей Хеннека, Большой Северный музей Great Northern Museum, который открылся в мае 2009 года, собрав вместе основные коллекции по естественной истории и археологии, которые раньше размещались в университетском музее Хеннека, музее античности и музее Шефтона. Однако прославленная галерея Хэттон будет сохранена как университетская отдельная галерея. Она больше всего знаменита единственным сохранившимся экземпляром Мерсбау, немецкого дадаиста Курта Швиттерса, которая представляет из себя нечто вроде архитектурного коллажа, хотя там имеется большое разнообразие и временных выставок. После того, как я около часа проходила по этому музею, я вышла на улицу и оказалось небо уже голубое, светит яркое солнышко, и я направилась в сторону реки, где, я знала, находится огромное количество мостов. Так как, когда я ехала из Сандерленда, я как раз таки пересекала эту реку Тайн, на которой стоит этот город, и видела, что по обе стороны от того моста, который мы пересекаем, на реке находится огромное количество мостов. Мне так это и напомнило Санкт-Петербург или Венецию, где куча различных мостов, а так как я люблю все металлические конструкции, вообще всю архитектуру, естественно, это первым делом привлекает мое внимание. Я направилась туда. Мне пришлось идти через весь центр города в направлении реки, и вот как выглядит центр города Нью-Гастл вам показываю сейчас. Затем я увидела какую-то достаточно высокую церковь с таким ажурным обрамлением. Оказалось, это собор Святого Николая. Это англиканская церковь, в которой находится кафедра местного епископа. Собор украшает башню, похожая на фонарь, на которой находится звонница с колоколами. А рядом с этим собором стоит Нью-Гастлский замок. Мне удалось погулять по первым этажам этого замка. Там была как бы бесплатная экспозиция. То есть где-то по каким-то мостовым там можно было пройти. А дальше, чтобы забраться на башню и посмотреть, что находится внутри замка, надо было платить, по-моему, около 18 фунтов. Я решила не тратить на это время. И деньги, так как я была студентом, мне было накладно платить 18 фунтов за очередной музей. Поэтому я решила двинуться дальше и вышла на реку Тайн. Незабываемые впечатления я получила от вида на реку, на город с середины моста. Я прошлась по Красному мосту и поснимала город с обеих его сторон. Ну вот я и в Нью-Касселе. Это Али-Катти, на которой находится Нью-Касселе. Тут очень много мостов. Мост. Железнодорожный мост. И там еще вдалеке другой мост. Очень интересное солнечное место сегодня. Хороший день. Так что гуляю. Обычный день. Самолет. Самолет. Вот это такая. Ну, как видно. Мост. Красивый такой маячок. Тут вообще огромный мост. И там еще дальше. Офигеть! Шикарные виды. И еще какой-то, наверное, какая-то галерея или тейт-музей находится по правую сторону от моста. Туда я уже не пошла, так как время было ограничено. Мой автобус, по-моему, был назначен на 4-5 часов вечера. А в плане еще было посетить музей Нью-Кассела. Музей открытий. Куда я и направилась после того, как налюбовалась природой и рекой Тайм. Музей находится на южном конце Уэсткейт-Роуд. На площади Блендфорд-Сквер. Он рассказывает об истории города в серии впечатляющих выставок, размещающихся в бывшей главной конторе Кооперативного общества оптовой торговли. При входе вы сразу увидите 30-метровую турбину. Это первое в мире судно с паровой турбиной, построенной блестящим местным инженером Чарльзом Парсонсом. Галереи на трех этажах окружают это судно. В них имеются такие выставки, как «История Нью-Кассела», «Прогулка в прошлое города» с историями и оживленными персонажами и интерактивный лабиринт науки «Science Maze», где показаны главным образом достижения изобретателей, первопроходцев, включая некого Джозефа Свана, который, по словам местных жителей, опередил Эдисона в изобретении электролампочки. Также можно осмотреть галерею «История Тайна», где исследована роль реки Тайн в развитии города и выставку «Солдатская жизнь», где вы увидите говорящую полковую лошадь и сержанта-инструктора по строю. В музее есть еще галерея моды, где выставлено примерно около 8 тысяч коллекционных костюмов. А также я нашла небольшой отдел киноиндустрии, и там стояла такая лошадь из вот этой вот французской карусели, я на нее села, поставила фотоаппарат на автоматическую съемку и сфотографировала себя несколько раз. А рядом с этим музеем находится какой-то танк. Если честно, я не знаю, что это за танк, если кто-то знает, пишите в комментариях. Выйдя из музея, я уже направилась на автобусную станцию, немножечко решила прикупить в продуктовом магазине какой-то еды перекусить и пришла на остановку ждать свой автобус на Лондон. Это был Мегапасс, билет на который из Нью-Кассела до Лондона стоил около 17 фунтов. Это примерно 1700 рублей. Я стала ждать свой автобус, немножко перекусила и увидела, что напротив остановки находится картинная галерея. И так как у меня было еще в запасе около часа, я решила сходить еще и туда. Зайдя в галерею, я не прогадала. Здесь находится огромная коллекция местной керамики, стеклянная посуда, костюмы и скульптуры. А на постоянной выставке весь спектр британского искусства. От Рейнольдса до Джона Хойланда с акцентом на прерафаэлистов. Главная гордость здесь – работа Джона Мартина, Нортумберленского художника, мастера визионерского фантастического пейзажа. Другое, что необходимо увидеть в галерее – выставка «Искусство на берегах тайна» «Art of Timeside», которая с легкостью показывает всю историю художественного и прикладного искусства в регионе 17 века. Так, насладившись искусством, в 4 часа вечера я села в автобус и отправилась в Лондон. В 11 часов вечера я прибыла на станцию Victoria Coach Station и через час уже была дома. Вот так вот и закончилось наше с подругой путешествие на северо-восток Англии в 4 города – Миддлсбро, Даром, Сандерленд и Ньюкасл. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok